Всем привет! В этом коротком видео мы с вами сделаем одно очень интересное приспособление для обработки металла. Его также можно использовать и в деревообработке, но это уже на усмотрение каждого. Приятного просмотра! Приспособление, как я уже и говорил, очень простое и для его изготовления потребуется минимум материала. Это кусочек доски, в моем случае липа, отрезок металла и барашковый винт с резьбой М6. Начнем, как обычно, с разметки. Размеры здесь произвольные и, думаю, каждый сделает этот инструмент под себя. Здесь главное правильно выдержать форму, потом поймете почему. Вот такую форму и будем выпиливать. Я для этого воспользуюсь циркулярной пилой на аккумуляторе. Уже успел ею немного поработать и впечатления от работы с ней остались только хорошие. На скорую руку соорудил вот такой г-образный упор. И поехали! Это несомненно ювелирная работа, поэтому нужно быть аккуратнее. Кстати, эту работу можно проделать и обыкновенной ножовкой. Но, как вы знаете, я ленивый и ищу пути полегче. Далее две скошенные плоскости я решил обработать на гриндере, так как они должны быть идеальными. Сделать это можно и вручную, если будет необходимость или желание изготовить подобную конструкцию. Нижние вырезы по форме ласточкиного хвоста также выпиливаем. Взял для этого первое, что попалось под руки. Миниатюрный лобзик. Мне кажется, эти вырезы им я сделаю точнее. Теперь металл. Необходимо отрезать три полоски шириной равной высоте нашей заготовки. В моем случае 25 миллиметров. А затем подогнать длину по размеру ласта хвоста. И можно сваривать. Делаю прихватки, зажимаю в тиски и обвариваю. Финальную обработку будем производить на гриндере. Ни разу не пожалел того времени на его изготовление. Кстати, ссылку на плейлист с его изготовлением найдете во всплывающей подсказке. И в итоге вот такая красота получилась. Теперь необходимо в торце нашей детали просверлить отверстие и нарезать резьбу М6. Ну вот почти и все. Деревянный ригель решил обработать маслом. Оно подчеркнет структуру дерева, да и в руках этот инструмент будет держать приятнее. Спустя время все готово к тестам. Отрываем наждачную бумагу по ширине ригеля и устанавливаем ее. А благодаря конструкции ласта хвоста можно регулировать натяжку абразивной ленты. Кстати, конструкция мне настолько понравилась, что я сделал себе еще один такой же инструмент, только из ясеня. Как я уже и говорил, этим инструментом можно работать не только по металлу, но и по дереву. С ним он также прекрасно справляется. Я же изготовил его для работы на токарном станке. А если вам понравилось это видео, не забудьте его оценить. С вами был, как всегда, я Михаил и это канал Добрый Мастер. Пока-пока.